Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Речка движется и не движется. Вся из чистого серебра. Добрый день. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радионародная волна» на частоте 1430М99,1 FM. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале тоже Radio NVC. Смотрю, там наши уже слушатели подключились к нашему YouTube-каналу. Привет, Израиль. Привет, Львов. И Люда из Львова сказала «Шо роботе?» И привет. Там Палыч у нас есть, постоянный оппонент. Кстати, мы сейчас вот до того, как включился эфир, увидели, что Люда со Львова поприветствовал нас. Я вспомнил мое пребывание во Львове и поделился с Олегом. Оказывается, у нас у обоих такое теплое отношение к этому городу. Я обожаю этот город, обожаю. Я был в этом городе последний раз, наверное, 74-75 год, это в прошлом веке. До сих пор помню эти кофейни на Першетравневой, до сих пор помню эту площадь Минскевича, театр. В общем, город очень хороший. Ну и, конечно же... Вообще, меня поразила чистота этого города, когда я туда попал первый раз. Хотя я не могу сказать, что Киев был очень грязный город. К примеру, но Львов, он был просто... Там другая атмосфера совершенно. Другая жизнь, другая атмосфера. Там другие люди, там отношения другое. Там как-то вот... И вот уже и наши израильтяне передают всем большой привет из Израиля. Ну и моя единственная, к сожалению, поездка в Израиль. К сожалению, потому что единственная. У меня остались самые неизгладимые впечатления об этой стране. Я ее любил всегда заочно. Оно сравни Львов и Иерусалим. Я ее любил... Нет, Израиль я люблю как бы... Я не знаю как. Я его любил всегда, никогда там не был, но... А вот после того, как съездил, я вообще не могу о нем вспоминать, так знаешь, без волнения. Сережа, тебя... Удивительная страна, удивительные люди. Тебя уже приняли в почетные члены Израиля. Да. Ну что, с чего начнем? Давай, знаешь, с чего начну? Я еще начну с того, что до выборов осталось немножко. Да, хочу обратиться к левым демократам. Ребята, если вы хотите голосовать, 4 ноября не будет никаких очередей. Можете проголосовать 4 ноября. А 3 ноября, наши друзья, не забывайте, что нужно пойти... Ну-ка еще, а, четвертое, это такая шутка. Ну, конечно, шутка. Берденбия, Кюргуду. Ну, конечно, шутка, да, когда уже все будет позади. Да, так вот, осталось всего лишь несколько дней, и те, кто колеблется, конечно, они обязаны сделать выбор, основываясь на том, что происходит в стране. Происходило в стране последние недели, месяцы. И ты знаешь, я знаю, что есть люди, которые после последних дебатов, которые проголосовали за Байдена, они задают вопросы, как можно поменять свой бюллетень, свой голос. Потому что то, что происходит, это же можно с ума сойти. Посмотрите на эту истерию с Верховным судом. Не забывайте, что суд не принадлежит ни Пелосе, ни Шумеру, ни Байдену. Суд принадлежит народу. Сенат принадлежит народу. Уберите руки от этого суда. Дайте свободу этим судьям, которые, кстати, три судьи, которых назначил Трамп. У них приоритеты, действительно, они любят эту страну, и у них совсем другие приоритеты. Посмотрите, что происходит с отношением Демпартии к первой поправке Конституции. Они не любят свободу слова. Они эту свободу на корню рубят. Камала Хэррис угрожает изданием закона отобрать оружие. Это уже, она замахнулась на вторую поправку. Они хотят убрать свободу мыслей, прессы. Это тираническая партия. Они хотят завладеть правительством, Верховным судом, Конгрессом, выборной системой. Это то, что они сделали в Калифорнии. То есть мы будем принимать присягу скоро и клясться не на Библии, а на каком-то манифесте Демократической партии. Они хотят уничтожить Конституцию. А теперь вопрос к этому Байдену, который хочет стать президентом. И вопрос к тем, кто за него хочет голосовать. Что он сделал действительно за 47 лет? Он что-то показал, он ничего не исправил, он ничего не достиг, он ничего не создал и ничего не сказал такого, чтобы людям запомнилось. Они хотят уничтожить энергетический сектор. Кому это на руку? Это поможет американцам? Американцам это приведет к увеличению стоимости электроэнергии, автомобилей, всего, всей продукции, которая выпускается и делается из продукции, основой которой является нефть. И скажите, кому это на руку? Конечно же, это на руку коммунистическому Китаю и России. И им даже ничего не нужно будет делать. Им не нужно пальцем пошевелить для того, чтобы помочь нам уничтожить самим себя. Они хотят уничтожить экономику, самую сильную экономику в мире, увеличить налоги, личные налоги, корпоративные налоги, налоги на так называемый capital gain. Посмотрите на Декларацию независимости, Конституцию, которая будет заменена манифестом, манифестом чуть ли не коммунистической партии. На 110 страниц. Об этом не один раз говорил, кстати, Марк Левин в передаче у Такера. И скажите мне, где вообще обнародовал этот манифест? Как его, до него добраться людям простым? А не забывайте, что в этом манифесте там вся ваша жизнь, там вся ваш стиль жизни, ваша семья, ваша община. И все это будет управляться вот этими вот демократами, социалистами и наши предки, и боролись против коммунизма, социализма. И мы должны продолжить их дело. Поэтому идите голосовать, делайте правильный выбор и голосуйте за человека, который действительно, действительно любит эту страну, который будет вас защищать. И все вы знаете, что этот человек, это Дональд Трамп, поэтому осталось еще совсем немного. И, конечно же, мы будем прикованы к телевизорам, к компьютерам ночью 3 ноября. Осталось 4 дня. Осталось 4 дня, да. Так что голосуйте. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Ну, и сегодня еще день. И я знаю, что еще не все проголосовали, даже не все из моих знакомых проголосовали. Все как-то несловно. Попробуйте, попытайтесь. Хотя уже более 70 миллионов. Более 70 миллионов уже проголосовало. Голосовало, да. А Пелоси уверена в победе Байдена. Ну, собственно, понятно ей, что и остается делать, кроме как говорить о том, что они победили. Кстати, очередной скандал с Пелоси, которая отправила письмо Мнучину, и которая вдруг попала в прессу. И вот средства массовой информации уже вовсю обсуждают это письмо. И Мнучин к ней обратился, говорит, как же ты такое могла сделать? Ну, вот скажи мне, ну, где вот у этих людей что-то святое, какая-то порядочность? То есть какая-то политическая порядочность, даже не просто человеческая. Ну, в конце концов, ты спикер палаты представителей, и ты обнародуешь вот такое письмо. Всевозможные опросы общественного мнения проводятся. Ну, понятно, там Байдену дают преимущество, где 9 пунктов, где 2 пункта, где как. Но вот интересно, что вот опрос, результаты которого говорят о том, что большинство, где-то 62, по-моему, процента, мужчин и женщин с высшим образованием голосуют за демократическую партию. По-моему, это не говорит о том, что демократическая партия имеет хорошую платформу или хорошую адженду. Нет, это говорит о том, что система образования, люди, которые прошли через колледжи, это люди, в основном подвергшиеся промыванию мозгов. Потому что ни для кого не секрет, что в университетах, в колледжах им вталкивают, впихивают в их неогрепшие мозги левые идеи, идеи марксизма, ленинизма. Я об этом первый раз услышал, когда и удивился, на самом деле. Владимир Козловский, ну, он уже взрослый человек, давно-давно учился в университете американском. И когда он в одной из своих статей написал о том, что их заставляют учить теорию Маркса, я как-то так отнесся с неким недоверием. Оказывается, это правда. Оказывается, и вот результат, и вот результат, подавляя большинство людей, получивших высшее образование, прошедших университеты, зациклено на левых идеях. На левых идеях, которые ведут в никуда. Ну, может быть, к катастрофе. И если раньше это ограничивалось только высшим образованием, то с приходом к власти Барака Хусейновича, даже до того, как он пришел к власти, политика вдруг полезла в школы. Чего раньше никогда не было в школе. Было. Было. Нет. Не в такой степени. Ну, в принципе, было. Может быть, мне кажется, что... У тебя дети тогда не учили в школе. Да. А вот когда дети мои учили в школе, я не раз приводил пример, когда мой старший во втором классе и задали... Как раз выборы были. Он учился во втором классе, были выборы между Бараком и Джоном. И когда учительница спросила, кого бы вы хотели видеть своим президентом, ну, подавляющее большинство в классе, практически все, безусловно, назвали Барака Обаму, а мой, как всегда, отличился. Сказал, нет. И тогда учительница позвонила домой, разговаривала с моей супругой и сказала, не удивляйтесь, у вашего ребенка проблемы на расовой почве. Хотя через Бэкьярд жили как раз афроамериканцы, и он дружил, там у них мальчик и девочка, и он с ними дружил. У нас нет проблем никаких. И не удивляйтесь, если вам позвонить в социал-воркер, типа разбираться, что за расовые проблемы у ребенка. И действительно позвонила в социал-воркер, которая, по-моему, тоже разговаривала с моей женой, и потом пожалела о том, что она позвонила. В общем, начинают промывать мозги с начальной школы, начинают втюхивать в головы детишкам идеи, марксистские левые идеи. Бредовые, на самом деле бредовые идеи. Но с этими, понятно, идиотами. Ну, я тебе скажу, как они это еще делают. Пришел сын и говорит, что у нас в школе была, ну, не лекция, как бы, а презентейшн, как это. Нам рассказывали о Бараке и Обаме. И я должен, нам сказали, что мы должны все пойти, и я пришел к принципу и спросил, а когда будет, когда вы будете рассказывать о Макене? И она говорит, нет, у нас это не запланировано. И я сказал, что я не позволю своему сыну промыть мозги, и если у вас будут подобные еще мероприятия, значит, мой сын, я ему разрешаю, чтобы он встал и ушел. Звонок, да? Да. Да, давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Благодарю за передачу, но должен сделать маленькое замечание. С таким же успехом, с таким же вы обвиняете демократов о том, что они используют фальшивые голосования по почте и так далее, и тому подобное, то есть вы подчисляете все способы фальсификации выборов, что демократы могут это же самое употреблять по отношению к республиканцам. И вы не считаете, что это нормально, ненормально? Вы сейчас употребили одну вещь, что, в принципе, Лохи послала письмо какое-то, и вот обилиза, какое письмо она послала. А что за письмо? Смысл письма? Вы не сказали. Вы знаете, если мы... Как можно о чем-то судить? Я вам скажу. Если вы не рассказываете полностью то, что вы говорите. Давайте говорить так. Если мы будем рассказывать в программе о всех письмах и что в них содержится, нам просто не хватит целого дня. Если вас это очень интересует, копните и узнайте, что в этом письме. Дело не в том, что в этом письме. Это конфиденциальная информация, которая не должна быть распространена средством массовой информации. Вот об этом идет речь. Согласен с вами 20 раз, но в двух словах сказать об этом быть должны быть. Я вам скажу. Иначе не следует употреблять слово письмо. Я вам скажу. Вы задали вопрос, вот вам ответ. Это письмо по поводу того пакета второго, о котором никак демократы не могут договориться с Трампом и которые рубят его на корню. Потому что они хотят в этом пакете помочь и городам, где мэры и губернаторы демократы позволили разграбить и сжечь города. Они хотят помочь всем, кому угодно. А потом уже помочь вам, семьям и бизнесам. А Трамп сказал нет. Помощь должна быть бизнесом и частным лицам. А вот то, что вы разграбили, дорогие мои, позволили разграбить и сжечь, вот своими силами восстанавливайте. Вот пусть Притскер восстанавливает даунтаун Чикаго, посмотрите, что в Филадельфии творится три дня, а полиция стоит и смотрит. А полиции дали приказ не трогать их. А вчера Walmart разграбили. Не маленькие магазинчики, а Walmart на минуточку. Вот вам ответ. Спасибо. Вот так и надо было сделать. Хорошо, учтем. Будем так делать. Всего доброго. До свидания. Хороших выходных. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас еще будут вопросы, пожалуйста, Олег готов отвечать? Он сегодня... Не-не-не, я как раз... Может, человек и прав. Действительно, может, надо хоть два слова сказать, о чем письмо. Но на самом деле ты не сделал достаточного акцента, что это письмо не предназначалось для широкой публики. Для широкой публики, естественно. Она его слила в... Но это всегда делается. Всегда любая чушь. И, возможно, было письмо написано специальным пропагандистским тоном. Кстати, не знаю, видели ли вы, обратили ли вы внимание, уважаемые радиослушатели, на новую рекламу компании Ford. И возмутила ли она вас или нет. Там упомянули о тех профессиях, которые находятся как бы вот, ну, как сказать, в первой линии. First responders. First responders, да. First responders, пожарные, врачи. Но про полицию ни слова не было сказано. И почему-то компания Ford забыла, что полиция приобрела автомобили Ford больше, чем любая другая организация, чем rental cars и другие. Вот об этом они забыли. Вот это вот неприемлемо. Да, нехорошо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не понимаю. Вот если мы говорим о Трампе и Байдене, да? Да. А остальные, допустим, Трамп набрал больше количества голосовщих Байден, и Конгресс у нас демократический, Сенат демократический. Так он будет президентом? Конечно, будет президентом. Но ему будет тяжело. Но очень недолго, потому что они начнут процедуру импичмента с первого же дня. Уверяю вас. Кстати, я хотел сказать по поводу... Есть еще звонок? Да. Да. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот недавно звонил товарищу и говорю, что вот вы и те, кто с вами солидарничает, нападают на демократов, что они приличные люди. Я вот уверен, что будут нарушения в подсчете голосов. Сейчас я смотрю на экран. Вот Трамп должен приехать сейчас в Миннесоту. Стоят тысячи, 25 тысяч человек. И показана вторая картинка, ждут Байдена. Кроме двух микрофонов, никого не видно. Вы понимаете? Аля, понимаю. Вчера, вчера то же самое было. Что творилось в Аризоне, это трудно себе представить. Теперь, как можно это все показывать, что у Байдена 50% этих процентов, а у Трампа 44? Вы знаете, по поводу Миннесоты очень интересно. Вот вчера, спасибо за ваш доносство. Спасибо, да. Вчера говорили о Миннесоте, показывали, насколько лидировала Хилари Клинтон в прошлом году и Барак Обама в прошлые выборы. И Миннесота, они опережали Трампа и Митрамни, и, ой, скажи мне. Дальше. Да, неважно. Да, и был очень большой отрыв. Сейчас отрыв Байдена в Миннесоте всего лишь 4%. И очень большие сомнения по поводу Миннесоты. Поэтому он туда и полетел. Поэтому он туда полетел. Он, кстати, должен быть в Вискансене, потому что Вискансен это один из тех штатов, колеблющихся, как всегда. И если мы посмотрим на вообще проценты вот этих колеблющихся, значит, Пенсильванию Трамп сегодня опережает где-то на 1%. А Вискансен Трамп проигрывает на 0,4% пока. Ну, про Миннесота я уже сказал, 48%. Мы вернемся к цифрам, давай примем звонок. Давай, добрый день, вы в эфире. Добрый день, у меня два небольших вопроса. Поведение властей на местах, которые не борются с этими грабежами и так далее, вызывает глубочайшее возмущение. Но где же наш гарант? Почему наш президент только обещает и угрожает? Он требует, его отвечают, иди в свой бункер, и мы там все заканчиваем. Вы знаете, мы об этом, я прошу прощения, перебил. Вы еще что-то хотите добавить? У меня еще один вопрос. Вы знаете, мы об этом уже говорили еще тогда, когда в мае начались первые вот эти грабежи. Все дело шло к выборам. И я думаю, что просто президент немножко боялся, что если он введет эту гвардию, то будет очень много смертей. И он просто боялся, наверное, гражданской войны, которая, в принципе, могла вспыхнуть. А если это будет после выборов, он тоже будет бояться? Нет, после выборов он сказал уже, во-первых, что будут приняты радикальные меры. Кроме того, уже было совещание с военными чинами, с главами департаментов. И он сказал им, чтобы они... Помнишь, он сказал stay back? Чтобы они были готовы. Потому что на этот раз, он сказал, уже такого не будет. Тогда получается, что пусть будут грабежи, пусть будет что угодно, лишь бы выбраться. Послушайте, но вы же понимаете, что по закону президент не имеет никакого влияния на полицию, на местную, на... Но на вашем же радио, на других радио утверждают, те, кто в курсе дела, что есть закон, какой-то там закон... Это один через... Маршалло... Если будет угрожать что-то жизни жителей, людей, вот если завтра начнут грабить и убивать Хайлен Парк, пу, типу, не на язык, не дай бог. Вот тогда будут приняты, конечно, радикальные меры. Значит, пусть грабят, надо подождать... Нет, вы не поняли... Вы обратитесь вот к своим друзьям, которые голосуют за Байдена, они уже сегодня обвиняют. Я голосую за Трампа. Ну, я понимаю, а вы... Это не значит, что я... Но если я отношусь критически... Я тоже, я тоже, я тоже хотел бы видеть, что... Я уже должен ехать к Путину, да, так получается. Почему? Причем здесь Путин? Ну, часто на этом радио говорят. Ах, вы такой, значит, если вы относитесь критически, катитесь к Путину. Никогда я этого не слышал. Ни я, ни я, ни Сережа, ни Анатолий, ни братья Брумеры. Хорошо, это на другого радио, я согласен. На другого радио. Мы такого никогда не говорили. Вы что, это выбор людей, где жить и где существовать. Мы не имеем права говорить, убирайтесь отсюда. Мы людей сюда не впускали, мы не имеем права им это сказать. Конечно же, то, что мы сейчас с вами спорим... Сережа, извини, говорю. Ничего, ничего. Я смотрю, ты рот открыл, а я тебя перебил. Это то, что мы сейчас с вами спорим, это не значит, что мы не согласны с вами. Я тоже хотел бы, чтобы это отребье завтра взяли и швырнули в тюрьме. И чтобы они там сидели. И чтобы Ко... Нет, Деблазио. Нет, фу, господи. Что у меня сегодня? Мэр Нью-Йорка. Деблазио. Нет, не Деблазио, бывший. Брумерк. Блумберг. Блумберг. Чтобы он не давал 16 миллионов их выкупить, чтобы не давали эти звезды Голливуда миллионы, чтобы выкупать их, а чтобы они сидели в тюрьме. Тогда будет неповадно другим. Но не забывайте, что политика это грязная штука. И как вы сказали, что выиграть любой ценой, ну, наверное, может быть, сегодня нужно пожертвовать вот этими двумя миллиардами ущерба, там, где вот сожгли магазины. Но чтобы у руля все-таки остался Трамп, а не Байден, который принесет гораздо больше дэмэдж, который нашу страну, он просто ее уничтожит. Уже сегодня лево-радикальное отребье, да и постоянно, на протяжении всего периода президентства Трампа обвиняют его в том, что он авторитарный, он тоталитарный, он такой-сякой, такой-сякой. Если бы он был действительно тем, кем его называют лево-радикальное отребье, все эти подонки, которые устраивают на улицах вот этот шабаш, уже давно бы сидели в тюрьме. Если бы он был таковым. Но Трамп придерживается закона. Поэтому это происходит. Понимаете, в чем дело? Если смотреть на то, что сделал Байден за 47 лет, и то, что сделал Трамп за 4 года. Вот просто давайте пройдем, например... Давай пройдем... Звонки? Нет, не звонки. Ага, надо прерваться. Понял. Ну, вернемся. Да, оставайтесь с нами. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». И давай, наверное, примем звонки. Да. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, Олег. Вот предыдущему выступающему вашему радиослушателю я хочу сказать то, что оказание сопротивления вот этим бесчинствам, грабежам, это прерогатива не президента, а мэра городов и губернатора. А наш мэр Дипио Лазио, мэр Нью-Йорка, встал с плечом к плечу с этим грабителем возле Трампа и разукрашивал на асфальте слова «Black Life» Мэтта. Да. И его дочка тоже. А вот на днях взломали сайт президента Трампа и после этого многие люди, которые занимались донейшином в его компанию, получили угрозу. Вот сегодня на Дейзен-Раде Ерманиц позвонила женщина и она получила угрозу, что ее дом, они узнали, где она живет, это десятый, и она три раза сделала донейшин по 25 долларов. И за это ей угрожают, что придут и сожгут ее дом. Вот это... 50 минут, которые брали интервью у Трампа, ей угрожали, ее жизни угрожали. У нас есть звонок, давайте примем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это Слава Казанова. Да, Славик, добрый день. Я сегодня получил информацию... Сейчас я выключу приемник. У меня... Мой школьный друг, у него в Филадельфии два офиса донтистов. Один вчера вечером был разгромлен полностью. Уничтожили офис донтиста. Вот что там можно взять? Он сказал мне сегодня, что у него есть несколько там друзей, ну не друзей, знакомых, полицейских. Он к ним обратился, они сказали, забудь. Нам сказано, чтобы мы не занимались этим делом и никого не арестовали. Потому что даже если дело зайдет до суда, их все равно отпустят. Им сказали, ребята, don't waste your time. Даже не это. Что можно взять и разграбить в офисе донтиста, я не знаю. Ты знаешь... Вот это уже близко. Слава. То есть вот это уже мой школьный друг, офис которого уничтожили вчера вечером. Слава, в Чикаго в Даунтауне не разграбили, уничтожили магазин ювелирный. Причем мы же знаем, что ювелирные изделия, они убираются в сейфе, разбили витрины, зашли туда, пустые витрины. Что там взять? Они просто разбили, просто уничтожили все. Это даже не воры, это просто вандалы. Самое настоящее. Ну, вандалов надо отстреливать. Надо, ну надо, ну где надо. Ну, мы же живем в демократическом обществе, мы же культурные люди. Как же мы можем отстреливать людей? Нельзя. И при этом всякие Маши Черняковы и Леньки Могилевские обвиняют администрацию Трампа в беззаконии. Конечно, это Трамп виноват во всем. Да, пускай, я хочу забыть слово Трамп, поскольку это уже касается, меня лично, уже очень близко все это подошло. Это мой школьный друг, это один из самых близких мне людей. И вот что мне ему сейчас сказать. Вы знаете... Когда Толик, я сейчас приеду и начнем мочить тварей там, да. Ты знаешь, в одном из городов, по-моему, в Миннесоте, вот когда ожидались вот эти погромы, то один из хозяев бизнеса, он закрыл окна картонами и написал вывеску «Форренд». И все прошли мимо, никто не тронули его бизнес. Вот так вот он выкрутился. Печальная шутка. Печальная, печальная шутка. Спасибо, Саза Зану. Спасибо, да. Пока. Да, пока. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У меня экономический вопрос. Это не относится никакого президента, чтобы мне не шили дело. В прошлом году наша страна потратила на обслуживание госдолга 18% госбюджета. Сейчас добавились еще долги. У меня вопрос, во-первых, кто нам одолжил эти деньги, и во-вторых, куда мы идем с этим госдолгом? В следующем году придется, это 18% это было где-то 700 миллиардов. Страна потратила только на обслуживание, это не на возврат, это только на проценты. Кто дал деньги, и куда мы идем? Я не уверен в цифре, которую вы называете, 700 миллиардов. По-моему, все-таки в прошлом году было порядка 300 миллиардов. Я думаю, что я ближе к истине, потому что я посмотрел, это самое, есть счетчик. Ну, счетчик, счетчик, дело такое. Он показывает, он все показывает. Даже если 300, 300 миллиардов, не будем мелочными, что нам стоит? Это же не наши деньги, так сказать, это из общака. Нам пока, нам вы абсолютно правы, это довольно серьезная проблема, и благодаря тому, что... Так есть вопрос, кто нам одолжил сейчас эти 6 триллионов, меня интересует, как Китай или кто? И во-вторых, куда мы идем? Это облигации, которые издает Министерство финансов, и, так сказать, кто ими владеет? Отчасти Китай, отчасти частные инвесторы местные. То есть, кто... Но это взагали. А вот сейчас кто? То же самое. Разве так быстро облигации на 6 триллионов реализовать? Это долгое дело. Или это вообще просто дутые деньги? Пока... Это, может быть, идутые деньги, и реализовывать же их завтра не будут, эти 6 триллионов, а... Проблема... Вы абсолютно правы, это серьезная проблема. Не дай бог, если поднимется ставка интереса... Спасибо. Это пока низкая ставка, это еще терпимо. А если ставка поднимется, как это было, бывало прежде, до 5%, вот тогда это будет катастрофа. Вы правы. Огромный государственный долг, превышающий, там, сколько уже, 26 триллионов? Это проблема была, да, была и есть, и будет тоже вскоре в будущем. К сожалению, да, к сожалению, решение этой проблемы... Ну, нынешняя администрация видела решение этой проблемы в росте экономики, потому что, когда экономика растет, соответственно, и возможностей больше, и казна пополняется лучше. В росте экономики, возвращение работ сюда, в Америку. А когда экономика плавает, то тогда это действительно серьезная проблема. И бюджет, скажем, 4 триллиона долларов, там, 4-300, а бюджет из них, если платить, как вы назвали, цифру 700 миллиардов, это почти триллион, и это существенная сумма. Существенная. Кстати, прирост внутреннего валового продукта в третьем квартале был вызван рекордным увеличением потребительских расходов. На 40, почти на 41%. Инвестиции в бизнес выросли на 20% в течение квартала, отражая рост инвестиций в оборудование на 70%. Рынок жилья также переживает бум. Инвестиции в жилищное строительство 59%. Поэтому, причем этого не ожидали. Стандартная формула расчета валового продукта в США рассчитывает квартальные изменения в годовом исчислении. Ну вот такие вот цифры. В принципе, довольно обнадеживающие, но почему-то СМИ не кричат об этом. Да, GDP, кстати, за последний квартал, за третий квартал вырос на 33,1%, что беспрецедентный рост. Да, но об этом не говорят. Так, вскользь где-то промелькнет. Средства массовой информации о многом не говорят. Не говорят о скандале. Они говорят о письме Пилосик Мнучину. Да. А вот о скандале, связанном с семейством Байденов, они молчат по-прежнему. А соцсети по-прежнему работают на демократическую партию. Вообще, мне как-то трудно себе представить, каким образом этому человеку и республиканской партии удается выигрывать и удерживать позиции, противостоя такой широкой коалиции. То есть, это 99% средств массовой информации работают как отдел пропаганды демократической партии. Соцсети, большая технология так называемая. Это и Twitter, и Facebook, это и Google. Все работают на демократическую партию. Это и Голливуд пропагандой занимается. Это и Китай, это и Иран, и другие. И удивительно, и вся академия, все университеты, школы, все работают против республиканцев, против президента Трампа. А это говорит о том, что среднеамериканец голосует за Трампа и за республиканцев. Марк Морган. Марк Морган, это... Я честно. Он chief operating officer в департаменте, commissioner of US customs. Значит, он в Твиттере написал, что продолжаем строить стену каждый день, и каждая миля помогает остановить гангстеров, остановить наркодельцов, остановить убийц, остановить сексуальных насильников, остановить наркотики, поступление наркотиков в нашу страну. И Твиттер, конечно же, он его твит, как сейчас говорят, забанил, то есть бэн. Заблокировал. Заблокировал, да. И он написал, что его, вот я специально сфотографирую, ну и вы знаете, что, короче, пост, он не соответствует стандартам, причем hateful conduct. Объясните мне, где здесь hateful, где здесь ненависть? Кому ненависть? Добрый день. Здравствуйте, Владимир Кейвилин. Здравствуйте. Слушайте, мы уже об этом говорили. Помните, я сказал анекдот, когда Наполеон стоит на трибуне и восхищается не техникой, как не склонились, если македонский, а газетами, китайские газеты, правда говорить? У меня такая пресса была, хрен бы, кто узнал, что битву под Ватерлу проиграл. Да. Ну, такая, это вообще мы имеем дело. Ну, я вам скажу, я перехожу по секунду на другие площадки, как Сарлерс, на Фрисофт и Туркей. Учинские работы, которые там не собираются люди. Владимир, что-то у нас сегодня со звуком. Очень плохо вас слышно. Сейчас, раз, что может быть? А ну сейчас как? Сейчас, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел, значит, погуляй. Сейчас хорошо. Я к чему? Дело в том, что мы, госконсерваторы, мы плохо себя ведем. В каком смысле? Мы на наших сайтах, на наших группах беседуем, друг с другом не жалуемся, убеждаем друг друга. Нам не нужно друг друга убеждать. Мы, как говорится, как им добавим? We are on the same page. Понимаете? Вот чем дело. Надо именно идти на такие поглючие, самые такие либералистические группы и давать им кверсу. Вот это вот. Да, вас оттуда вышел на следующий день. Хотя мы одного из тысячи перетянем, он потом, может быть, еще двоих-троих перетащит на нашу сторону. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Это трудно, это противно тебя отбивают. Все это я стараюсь сейчас именно так. Я бы хотел у нас какую-нибудь там, такую вот антитрамповскую группу и начинать. Да, что там со мной сделают это? Это не сказка сказать, не пером отбитая. Нет, вы знаете, я прекрасно знаю, что с вами делают, потому что со мной делают то же самое. Ну, значит, цепляет. Значит, цепляет. Цепляет, еще как, конечно. Ругаются. Нас возгласить аргументами не может никто. Никто. Потому что у них принцип спора сам дурак. И когда тебе задают вопрос, а скажите, пожалуйста, почему, что Байден сделал там вот для страны, ответ такой, да забудьте про Байдена, вот Трамп и поехали. То есть, да, вы ответа не получите. Я уже понял, я говорю, а что Трамп конкретно? Вот он, вот пишет мне этот там какой-то, вот Трамп, вы видите, сделал дома и сядет в тюрьму за свои преступления. Я говорю, а какие, пожалуйста, перечислить. Как? Я вам вообще... Ответ, ну вообще. Сейчас я вам... Ответ, ну вообще. Нет, я вам приведу, как это. Он расист, он исламофоб, он гомофоб, он русофоб, он женоненавистник и так далее, и так далее. Нет, нет, я же, какие конкретные преступления по уголовному конкурсу? А, по уголовному? Я говорю, я... А, он все равно, сволочь его надо посадить. Ну вот налоги не дают. Спасибо, Владимир, за звонок, давайте пойдем дальше. Его налоговые декларации, его налоговые декларации не дают спать людям. Вот, никого не волнует налоговая декларация семьи Байдена и самого Байдена в частности. Абсолютно. Но Трампа абсолютно вот очень волнует. Да, когда Байден 50 без малого лет прослужил на государевой службе и стал мультимиллионером, это не вызывает вопросов никого. Абсолютно. Абсолютно. И прессу не интересует... Ну, то есть, Хеннеди заявляет не раз, журналистика умерла, она действительно-таки умерла. Если есть какие-то журналисты с совестью и с жилкой журналистской, от них избавляются. Это не только Хеннеди говорит, это сами журналисты говорят. Добрый день. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я насчет государственного долга. Я, конечно, английский специализм ингредиент Тур-Трун, кстати, на русском представленный, очень известный экономист, мовчан такой. Он пишет, что вот последний государственный долг, это вот все, что сейчас все практически, Япония в два раза, Китай имеет, все развитые страны имеют государственный долг. Да. И если он говорит, что в последний раз мы вкинули в экономику 6 триллионов, и доллар даже не пошелохнулся, и ничто не девальвировалось, это говорит о том, что даже Китай выставит свои триллионы, просто ФРС поставит это на баланс и распратит. То есть мы перешли в какое-то новое состояние экономики, он пишет, когда все вот эти вот дела, государственные долги, это все аккумулируется промышленностью, которая, я не могу это встать досрочно, но это очень автор, который сказал, что совершенно новый этап, когда государственный долг просто поглощается и ставится на баланс всех разных стран. Окей. То есть, другими словами, это не катастрофа, это обычно нормальное явление. Это новая форма существования экономики, когда все страны просто закредитованы, и это мне ничего страшного, потому что это, вы правильно сказали, в развитии, все идет в развитии, и тогда ничего страшного. На самом деле, 7 триллионов от долларов даже не тряхнулся, и Европа, все упали развиты, развивающие, но все, мы потущие валюты даже не шелохнуть, остались на своем месте, а это 6 триллионов, поверьте мне. То есть, просто поставят на баланс, вот это угрожалка, что сейчас Китай выбросит, ну, он сказал, так чего угрожать, когда 6 триллионов на баланс поставят, да и это 5 триллионов тоже поставят на баланс, и ничего страшного. Спасибо, спасибо за ваш звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Звонил вот предыдущий товарищ, предпредыдущий, рассказывал, как разгромили офис его приятеля. Что должен чувствовать этот приятель, что он должен думать о нашей системе, о нашей системе, когда нет защиты, делай, что хочешь, завтра сегодня тебя грабят, завтра тебя убивают. Что человек должен об этом думать? Очевидно, не в Трампе дело, и не в Байдене дело, а где-то в корнях, наверное, что-то у нас не в порядке. Да не знаю даже, о чем вы говорите. Ну, скажем, в Штатах или в городах, где, я банальные вещи буду говорить, в Штатах и в городах, где управляют республиканцы, подобного безобразия не происходит, если только вспышка какая-то, и моментально гасят. А там, где выбирают таких Легкоступовых, или Лайтфуд по фамилии, или Притцкеров, или как это происходит в штате Вашингтон, или в штате Нью-Йорк, это дело не в системе, это дело в длинных политиках и тупых избирателей. Это дело в том, что выбирают граждане Америки. Совершенно верно. И, к сожалению, я об этом и говорю. Проблема в избирателях, у которых промыты мозги. Ну, так, когда Сталину сказали, что у вас плохой генерал, он сказал, что других генералов у меня нет. Так другого народа у нас нет. Так вы знаете, что самое интересное? Вот когда вот эти вот избиратели, которые посадили Притцкера в это кресло, после всего того, что произошло в Чикаго и происходит у нас в штате, начиная от грабежей магазинов и заканчивая повышением налогов, они все равно считают, что Притцкер, он очень хороший губернатор. И он столько всего делает для нас. И он просто спасает наш штат вот этими масками, которые он закупил для нас всех. Изначально забыл. Ну, я это все знаю, я это понимаю. Но вопрос, что делать? Что делать? Куда идти? Как что делать? Надо выбирать других губернаторов, значит, вот что делать. Так кто же будет выбирать? Вы и я, и те, кто выбирают. Послушайте, послушайте, 42% всего принимают участие в голосовании, или 40% принимают, а 60%, которые могут голосовать, не голосуют. Вот, вот где резерв. Вот где резерв. Понятно, что Куккаунти, значит, большое население имеет, большую плотность населения там, они определяют. Вот вы... А остальные сидят на жопе ровно, простите за выражение, и не идут голосовать. Вы задали вопрос, что делать. Вот хотя бы делайте то, что сказал предыдущий радиослушатель, когда сказал, выходите в другие группы и ведите агитацию. Если один человек, одного человека, вы, как говорится, ему мозги перевернете, то уже хорошо. Мы прервемся, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна», и давай, наверное, принимем звонки. Добрый день. Добрый день, я хочу дозвониться Сереже. Слушаем вас. Нет, я хочу дозвониться Олегу и Сереже. Куда я попала, я не знаю. К Олегу и к Сереже. Вы попали прямо в эфир, вы уже в эфире, говорите, слушаем вас. Так нет, я хочу с ними говорить, а не с вами. Меня зовут Олег, а передо мной сидит Сережа. Ну, так вот, я хочу громко сказать, что я очень люблю их, и Сережу, и Олегу. И хочу Сереже сказать большое-большое спасибо, что он одну из наших русских идиотку, которая интересует только Текси, дал ли Трамп или нет. А все остальное ее не трогает. Я бы по-русски еще, по-детски бы сказала. Остальное ее не е, понимаете? Вот, так он очень хорошо, что он, да, что он ее послал, что он сказал, не ваше собачье дело. Вот я, а что я, он хоть слышит меня, Сережа? Я, конечно, слышу вас. Конечно, я слышу вас, да. Просто там задержка у вас на радио идет. А скажите по-одесски, скажите по-одесски. Не надо. Не делайте мне нервы. Он по-привозному ей ответил, какое ваше собачье дело. Столько проблем, столько всего, а ее вот это вот ее, вот это вот ее, Тексис, дал он и не дал. А вот она знает, что он 400 тысяч своей зарплаты отдает, то ли военнослужащим, то ли кому. Вот она это знает, сучка вонючая. Будьте здоровы. Вы знаете, каждого волнует. Знаешь, заставка вот эта вот музыка, когда говорит, кричать не обязательно. Вы знаете, наверное, и покричать тоже интересно иногда. Да, вы знаете, каждого волнует то, что его волнует. Если ее волнуют налоги Трампа, то и зарплата, которую он отдает, и то, что он сделал припеймент, то есть налоги, предоплату, да, их это не будет волновать. Каждый слышит то, что он хочет слышать и видит то, что он хочет видеть. Поэтому, ну, вот такая она, как вы ее назвали. Ну, что делать, да. Добрый день, мы вас слушаем. А, добрый день. Добрый. Ой, смех и грех. Да. Смех и грех. Да. Я вам хочу рассказать о своем личном опыте. Я работаю в такой организации, где в основном все кинем отцвета. И вот у меня менеджер, значит, молодина, ну, такая неплохая детка. И, значит, и, ну, там за Хиллари были, за Хиллари и так далее. Демократы без всяких этих вот исключений. И в этот раз, значит, я так и рассказываю, что такое революция, и как, и что, и почему. Так она слушает, слушает. Вот у меня нашла ролик с этой Камалой, которая говорит, что с улицы не уйдут, и все так. И она говорит, she is a bitch. А я ей говорю, ну, ты же идешь за них. Она говорит, на без тайм. Да. Вот. Да, мы знаем эти истории. Она не одна такая, а я знаю несколько... Вот, как я говорю. Да, и она мне говорит, я помню, что ты мне рассказывала. Вот как надо. Нужно убеждать, убеждать, убеждать. И она сказала, на без тайм. Так что, ребята, вперед. Вы знаете, к сожалению, еще... Есть звонок, да? Еще, да. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо большое. Добрый день. Не дождался. Да. А вот то, что я хотел сказать. К сожалению, вот кроме отношения к партии, есть еще вот эта вот личная неприязнь, ненависть. Есть звонок? Давай. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Соранее приношу извинения. Может быть, я как-то не туда попаду. Но мне кажется странным, что вы очень много времени из своего золотого эфирного отдаете, ну, музыке, например. Музыке. Да. Вот вы в паузах даете, вместо рекламы даете музыку. Вы знаете, если мы будем все время говорить о политике, политике и рекламе... Я сейчас объясню. Это вы имеете... Ребята, ребята, минутку. Секундочку. Это вы имеете... Три дня осталось до выборов. Это вы имеете... Это ваш эфир. И он драгоценный для нас, для всех. Это вы имеете в виду на YouTube, да? Ну, конечно, на YouTube, да. Значит, когда у нас идет рекламный, когда у нас идет рекламный блог, мы включаем ту музыку, которая разрешена YouTube. Потому что в противном случае заблокируют, замютают и отправят под сукно. То есть все, что делается, делается для того, чтобы вы имели возможность смотреть. И не только вы, а даже те, которые не могут в прямом эфире посмотреть, а после эфирного времени могли бы открыть и посмотреть. Просто вы видите, вы видите эту музыку, слушаете, когда у нас по радио идет рекламный блог. Понятно, понятно, ребята, остается только сожалеть, но вы сами не забывайте, что ваш эфир – это золото. Спасибо. Ну, вот это золото и капает, когда мы даем рекламу, да. Спасибо большое за ваш звонок, да. Но, к сожалению, да. К счастью или к сожалению, не знаю, но такие правила. Поэтому вынуждены как-то так манипулировать, чтобы что-то звучало в эфире. А вообще и в Фейсбуке нас блокируют. Я хотел сказать то, что если бы люди отбросили личную неприязнь, как в Мимино, помнишь, такой личный неприязнь испытывая к потерпевшему, да. Если бы они отбросили личную неприязнь и просто даже забыли бы на минуту принадлежность к партии. Просто вот задайте себе вопрос и скажите, когда нам лучше живется? Вот сегодня, после трех-четырех лет правления Трампа или вот тогда, до него? На этот вопрос ответили. Большинство сказало, что сейчас. Сейчас. Вот за это и надо голосовать. Добрый день, вы в эфире. Привет, Олешка. Привет, Сережа. Кто это? И кто это? Представьтесь. Конь в этом, как вовсе. В пальто? В шоколаде. Да-да. Да, привет. Anyway, ребята, быстренько, чтобы не занимать время, у меня есть сообщение радостное для Элочки Зубицкин. Две секунды, Толик. Да. Сегодня услышал такую вещь. Собралась кучка еврейцев в Филадельфии на поддержку Black Lives Matter. Получили по мозгам, позбивали их ермолки и сказали, get the F out of here, you are not BLM. Это, в смысле, BLM-овцы к ним таким образом, да? Это BLM, да. Это ребята пришли и сказали, мы же вас пришли поддержать. Не важно. Они сказали, нам ваша поддержка до задницы. Надавали по мордашам, сбили ермолки из голов и прогнали к чертовой матери. Как ты думаешь... Это вот Элочка Зубицкая и ее прикрепатель. Толик, Толик. Как ты думаешь, они извлекут урок из этого? Я надеюсь, честно. Надеюсь, потому что если достаточно накосать по одному месту, то, может быть, дойдет до другого места. Толик, ты помнишь, когда... Ты знаешь, кто такой Крис Рак, да? Ну, конечно. Ты помнишь, как Крис Рак сказал, теперь вы, белые друзья, вы можете кепку носить назад козырьком, сбоку козырек, но вы никогда не будете черными. 100%. Вот то, что нужно было донести вот до них, которые... И если кто-то ставит возле своего дома вывеску БЛМ, это не значит, что их не тронут. Знаешь, говорят, вас повесят первыми. Ты помнишь видео, когда идут внизу вот эта вот беснующаяся толпа и открыли окно какие-то там ребята молодые и кричат, «Эй, эй, молодцы!» А в это время в окно летит камень. Они им кричат, «Да вы что? Мы же вас поддерживаем, а тут второй камень летит». Вот так вот. Ну, я эту штучку, вот это видео, я уже поставил на Everything Buffalo Grove. Может быть, до них хоть что-то дойдет? Не дойдет, Толик. Эту вашу, твою штучку уберут через 30 секунд. Ну, в общем, мы стараемся. Ты сказал, идите в другие группы, мы идем. Ну, а там уже. Спасибо, спасибо, Толик. Давайте, ребята, счастливы. Кстати, насчет цензуры, я в очередной раз в тюрьме на 7 дней за то, что я высказал свою, сказал, что нужно голосовать против ТЭКС, изменения поправки Конституции. И вот за это меня забанили на 7 дней. Не дождались. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, это звонит Флор Атап. Здравствуйте, Флорочка. Здравствуйте. Привет, дорогая. Во-первых, хочу дать объявление, что сегодня будет Трамп-ралли. В 4 часа. Я только сегодня узнала. В Виллинге у Фонтана будет сегодня Трамп-ралли с 4 до 7. Отлично. Вот. Не знаю, кто это организовывает. Спасибо. Но хотела сказать. Теперь насчет всех этих BLM-овцев. Значит, 4 ноября, 4 ноября, будет большой релли в Донтаун, Чикаго. 3 ноября, кстати, тоже будет большой релли в парке. Парке, это BLM делает большой релли в парке, в Донтауне. Чем все это закончится, интересно. Да, и 4 ноября они делают большой релли. И они говорят, что мы хотим. Это пост-элекшн протест for people's mandate. Что они хотят. И еще интересное. Трамп-рассирование азиан-американцев. Вот. Короче, там инвалид очень много групп. Там групп, значит, endorsed by BLM-Чикаго, NAACP Southside. Сейчас я только быстренько прочитаю. Freedom National Alliance for Filipino Concerns, UIC Students for Democratic Society, and U.S. Palestinian Community Network. Вот эти люди организовывают вот этот процесс 4 числа в Донтауне, а 3-го будет BLM в Централ Парке. Просто хочу вам сказать. Спасибо, Флора. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сереженька и Олежек. Мы вас обожаем. Я хочу спросить, что будет с Байденом? Почему все перестали об этом говорить даже на всех каналах? Что вы имеете в виду? Ну, что с ним будет? Его допустят или его что, арестуют или что будет? Окей. Ну, в отношении, как сегодня стало известно, вернее, вчера, в отношении Хантера Байдена проводится криминальное расследование ФБР за отмывание денег. Я думаю, что... Ну, на самом деле, ситуация такая. Никто, ни демократы, ни республиканцы понимают, что Байден, даже в случае, если... Никто его не посадит. Потому как Нэнси Пелоси ведь не зря обсуждала 25-ю поправку Конституции и создание комиссии, которая будет определять дееспособность. То есть, на самом деле, даже демократы особо не скрывают, что в случае победы Байдена на выборах не он будет президентом. Президентом будет Камала Хэррис. Которая уже сказала мы, помнишь? Которая уже назвала администрацию Хэррис Байден и так далее. То есть, на самом деле, Байден такая подставная... Проходная пешка. Троянский конь. Троянский конь. Старый, больной, выживший из ума человек. Мало того, погрязший в коррупции. И тому есть уже немало свидетельств и подтверждений. Я понимаю, что вагиноголовые об этом не знают, потому что левые проститутки в прессе отказываются об этом говорить, хотя есть прямые доказательства того, что он принимал участие в этих схемах, получал бабки от Китая и так далее. Но проститутки об этом не говорят. Соцсети блокируют любую информацию. Даже Вашингтон пост пишет статью, вернее Нью-Йорк пост, пишет статью и пытается в твиттер ее поставить. Твиттер этот... У него видок, конечно, у Дорси. Но вот вы об этом можете... Бомж, блядь. Бездомный, как кто-то его назвал, бездомный миллиардер. Вы еще можете об этом узнать от Факс Ньюс. Вот вчера, например, они сказали, что он получил как минимум 10 миллионов долларов. То есть... Ну, еще Факс может говорить. А остальные, конечно, вам об этом не могут говорить. Поэтому вагиноголовые об этом не знают. Они об этом совершенно... Не хотят знать. И не хотят знать. Даже если им об этом рассказать, для них главное избавиться от Трампа. А что там Байден сидит на крючке у китайцев? Да ничего, это не важно. Это все ерунда. А то, что Китай заберет все рабочие места и съест нас с потрохами, это ерунда. Главное избавиться от Трампа. Но на то они и вагиноголовые. У них отговорка одна. Когда говорят о коррупции Байдена, они говорят, все политики коррумпированы, и ваш Трамп тоже коррумпировал. Да, вот он не показывает налоги. Ну, в общем, вот такая ситуация. То есть... Хотя еще раз, я по-прежнему уверен, что президент Трамп выиграет. Вот сегодня говорили о том, что... Сравните ралли проводит Трамп и Байден. Когда, кстати, ралли проводит Байден, и мне это напоминает фильм Ви. Помнишь, когда Вакула вокруг себя черпил? И вот на этом ралли сидят там 5-6-9 человек в белом круге. Спасибо. Я вот посмотрел, значит, в Калифорнии 55... И такой Байден привидение летает. В Калифорнии 55 выборщиков, голосов. Как ты думаешь, для чего они не хотят проводить перепис населения сегодня? При том, что знают, что оттуда бегут люди и в Техас, и в Аризону, в Айдахо очень много. Многие уезжают. То есть, если население уменьшается, уменьшится и количество выборщиков. Беда. Это абсолютно. С одной стороны, это радует, а с другой стороны, к сожалению, все эти вагиноголовые, которые покидают штаты, которые они довели до ручки, вернее, голосуют за подонков, за воров, за жуликов, за марксистов, они уезжают из этих штатов, потому что они довели их до ручки, в них уже жить невозможно. Но ума у них от этого, к сожалению, не прибавляется. И теперь они будут делать то же самое в этих штатах. Совершенно верно. Поскольку мозги им промыли глубоко и чисто, они переезжают в штаты, которые управляются республиканцами, едут туда и продолжают голосовать. Это так же, как с некоторыми эмигрантами, которые бегут из социалистического рая, или из шит-холл какого-нибудь, как Трамп справедливо назвал некоторые страны, из которых мы принимаем беженцев, и потом пытаются превратить нашу страну в тот же социалистический рай, из которого они убежали, или из той дыры, из которой они убежали, и они пытаются превратить нашу страну. То же самое происходит с демократами, которые голосуют в Иллинойсе, в Нью-Йорке, в Калифорнии, бегут в Техас, во Флориду, и там продолжают голосовать за таких же дебилов, которые довели их собственные штаты и города до полной разрухи. Посмотри на... Больные люди. Посмотри на округа, где сенаторы, конгрессмены, такие как Уотерс и Нэнси Пелоси. Посмотрите, что происходит там. Количество бездомных, какая грязь, какая нищета, до чего они довели свои округа. Быстренько принимаем пару звонков, и на этом заканчиваем. Добрый день. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вас спросить, ребята. Помните, как сажали мафиози всяких? Их не могли там прижучить с их делами, но их всех посадили многих. За неуплату налогу, да. По налогам. Да, по налогам. Вот тут вот с Байденом нельзя вот именно таким путем? Ну вот идет разбирательство, вот сейчас идет уголовное разбирательство. Все будет зависеть от того, насколько коррумпирован ФБР, насколько они политически, имеют политическую волю, насколько они имеют смелость. Насколько коррумпировано и насколько есть информация об этом. Кто их держит за одно место? Клинтон, что до сих пор на свободе. Да. Спасибо. Я понимаю, но я хотела спросить, например, вот эти деньги, которые он получил, это же там миллионы. Да. Они же, они как там, они как... Ну, они же не поступали... Они не поступали же к нему, как его личный доход. Они поступали в какие-то фонды, в какие-то организации. Хантеру Байдену причиталось 20% от компании, от китайской. И там была пометка 10% для... Дистрибьюшн какой-то. Для Биггай. Биггай. Байден от Батуниной в компанию, которая объявила банкротство вот в 2019 году. То есть эти деньги, они не пошли как бы в личный доход. Но теперь будут смотреть, где эти деньги. И я надеюсь, что раскопают. Хотя очень сомневаюсь, что кто-то их посадит, если честно. И еще один звонок заключительный. Добрый день, вы его слушали. Олеженька, послушайте. А что будет с этим Дебелинским, который поступал на Байдена? Он сейчас скрывается. Бобулинским. Тони Бобулинским? Да, да. Ну, я не знаю, что с ним будет. Его там вроде охраняют, на самом деле. Он дал довольно такие откровенные и смелые показания. И причем узнали, что там не только Байден. Там и Камала Хэрис задействована. И Чак Шумер. Они задействованы вот в этих всех делах. Так что там... Не знаю, что с ним будет. Спасибо. Надеемся, что он будет жив. Спасибо. И здоров. Да. Всем хорошего дня. И выходных. И берегите себя. И голосуйте. Да, осталось 4 дня буквально. За Трампа голосуйте. За Трампа. И кросс-де-борд. Республиканцы. Хватит в этом штате. Может быть, хоть что-то в этом штате поменяется. Надежда маленькая, но есть. Маленькая, маленькая. Маленькая. Наблюдайте за Вискансеном, Миннесотой, Флоридой. Всего доброго. Наблюдайте за Вискансеном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова